Музыка Вы знаете, нелюбимый вами Жириновский Владимир Вольфович мне как-то говорил, когда у него была инициатива о легализации многоженства в Российской Федерации. Он говорит, вот там вот Кадыров, вот эти вот мусульмане, они хорошо устроились, у них-то есть многоженство по факту. А вот нет, чтобы поддержать мою инициативу, чтобы вынести это на референдум в Российской Федерации, а многие бы проголосовали. Как-то можете прокомментировать эту ситуацию с многоженства? Я Жириновского хочется. Нет, не Жириновского. Нет, Жириновский это просто повод. Это повод. Я не люблю, не любимого. А Жириновский не женщина, чтобы его любили. Как политика я его не увозяю, потому что у него своего нет. Сегодня одно говорит, завтра другое, третье, вообще ерунду говорит. Поэтому я на него обиден, потому что он на Кавказ, на чеченцев, там такие высказывания делают. А многоженство там, у нас понимание нашего государства, многоженство это, ну если записано у тебя в ЗАГСе, если три, четыре, это понимание многоженства. Вот есть жена у человека и десять любовниц. Вот это нормально. А есть жена, еще жена, еще жена, еще жена, четыре жены, это страшно. Он, ну так скажем, не врет, он одинаково относится, равноправие и уважение отношения. А если он свою жену, так скажем, женился, родились дети, а он эту оставляет бедную и гуляет сегодня с одним, завтра с вторым, послезавтра с третьим, с четвертым, и все, подарки, все, внимание им, это хорошо. Нет, нет, мы там в шариате, что говорится, если у тебя две жены, ты должен одинаково относиться, одинаково одевать, одинаково строить дома, одинаково покупать шубы, одинаково покупать машины, все одинаково. Да. И если провел ночь с одной, то завтра должен с второй. И равноправие. Не обязательно принимать законы или провести референдум. Для мусульманина... Вот именно, вот о чем и речь. Для меня ЗАГС, я и раньше говорил, и сейчас говорю, ЗАГС это первый документ, подписывающий, так скажем, о недоверии друг другу. А разве мусульмане, когда берут жену, они ничего не подписывают? Разве вы не заключаете? Нет, нет. Мы читаем молитву, даем согласие, и согласие родителей, согласие девушки и мальчика, и все. По закону, вот, когда ты у нас пошел там, расписался там, зарегистрировался. Зачем, зачем, зачем эта регистрация нужна, я говорю? Если ты любишь свою жену и веришь в доверяющие, и то же самое, тебе доверяет твоя жена, зачем ей нужен ЗАГС? Я говорю, это документ, первый, там, роспись, который разрушает семью. Поэтому мусульмане, которые ходят жениться, во все времена, во все самые строгие времена коммунистические, там, самый сильный режим, все равно женились там, и создавали семьи по две, по три, жен было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова